Девушки отдыхают 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 Росини, Залом и Торис, Лумей. И мы также провели норадупоза, с норадупозапорамом. В различных музыках, с зажарем. Мы тоже в другую обстановку, в другую обстановку. Это очень эффективно для публики. И репетиции, на Венш? Лучше? Да, это хорошо. Мы вооружены в подготовке. И мы сейчас, я не знаю, как это было, но мы сейчас еще три репетиции. И это будет круто. И я надеюсь, что эти репетиции, которые сегодняшний концерт, мы получаем успех. И это будет продолжаться. Вы думаете, что это очень важно для гармонии, чтобы продолжаться и продолжаться? Да, конечно. Это огромный репетитор для гармонии. Это очень важно. Это очень интересный программ. И также очень интересный для публики. И в связи с Симпенвелд, это очень хорошо. Это все очень полезные для будущего. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДMikeTorzok ДimaTorzok 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 Мы лопаем, мы лопаем, и я очень люблю, чтобы Джо сейчас посмотреть. И у вас много много лопаем, Джо. Как я могу сказать, в который районе? Мы лопаем практически каждый weekend, если это немного немного другое. Мы приходим в Двеер, поэтому мы лопаем в Нор-Лимбург, Миде-Лимбург и в Су-Лимбург. И у вас есть много лопаем? Да, очень много лопаем. Да, очень много лопаем. И если дождь, то тоже очень много лопаем. Лопаем, мы так можем идти вакуруем. Двизод в норме, а так знают, что значит, что язык немедленно, Доверсен халпас ныдей, дун зогеном де wandelspotters. Выстали гуны твитал вверху и вороги на байдраге ан де wandелгидс. Я контролею вместе с моей женой, что я хочу сказать, де wandелинги. Я делаю ванелинги. И вороги все ванелинги от Ах до Пепинстер и Эйфел. И до того, что это 8100 километра. И что это за вашу байдрагу? Я лопаю ванелинги. И я надеюсь, что это 10%? Дадеюсь, что вы действительно новые wandелинги отзываете? Да, я не использую пауты или шилки на бомы. Я просто хируюху за мою байдрагу с картой. И тогда вы будете лопать? И тогда я буду работать с Джонсом. И они специально для Джонсом. Потому что если я только лопаю, лопаю я иногда немного больше. И сколько вы будете заниматься? Я не могу сказать, но я не могу сказать. Но это очень хобби. И это немного славит. Потому что, когда я знаю, что я не знаю, что это было, то я сказал, что я хочу это так быстро контролировать. Это очень много, но это просто очень любопытно. В каком уровне вы специализировали? Ну, когда я начинал с Jos, то было всего лишь в Суид-Лимбург и в Суид-Лимбург. Я пришел в том, потому что я боялся в Суид-Лимбург и в Суид-Лимбург. И мы начинали первые 20-ти в Суид-Лимбург. И мы начинали в Суид-Лимбург и в Суид-Лимбург. И мы начинали в Арденне. И мы там тянутали, мы думали, что мы должны быть в Иисфел. И так, что это тоже тянутали. Да, это очень много. Мы делаем еще много. Мы делаем еще несколько вещей. Но я тогда расскажу. Мы летим несколько лет назад в Суид-Лимбург в Веррияре. В Арденне. Я сидела в музыке, профессионально. И я слышала в Суид-Лимбург в Суид-Лимбург. В Суид-Лимбург, номер 1. И это очень красивый стук. И я сняла в Суид-Лимбург. Это очень красивый стук. И я думал, что это очень красивый стук. 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 Мы разговаривали. И я подумал, что этот бирь однажды, есть еще немного помещения. Друзья, мы всегда были в пиази. И он был в дом. И я подумал, что это было в доме. И я подумал, что мы могли бы еще еще раз это понимать. И мы были почти на тренировках. На джазельном кеннессмоке вору на джазельном джазельном с семьей и родственниками. Субтитры подогнал «Симон» Hey, hallo! Erwin de Pelgrim hier. Daar is hij weer vanuit het dorpje Grañón in het noorden van Spanje. Ja, we zijn dus onderweg op de Camino Frances van Saint-Jean-Pied-de-Borre aan de Franse kant van de Pirineë naar Santiago de Compostela. We hebben ondertussen zo'n 220 kilometer van de 780 kilometer afgelegd. Het is onze negende dag. Is het zwaar? Moi! Ja, dat kun je wel zeggen. Want de bergjes hier zijn nou wat pittiger dan de Keutenberg, de Opservant, et cetera. En in iedere etappe zitten er wel een stuk of drie, vier van dat soort beklimmingen. Tuurlijk mag je ook weer naar beneden gaan. Heerlijk! Zandweggetjes, rotspaden, grindwaardpaden, kiezelpaden. Noem het maar op. We hebben ze allemaal al gehad. Asfalt natuurlijk ook. Af en toe lekker om lekker plat te lopen. En wat krijg je daarvoor terug? Prachtige uitzichten natuurlijk. Wijngaarden, bergen, prachtige middeleeuwse dorpjes. Grote steden met natuurlijk ook een heleboel bezienwaardigheden met kathedralen. En natuurlijk, wij gaan ook af en toe die kerkjes in. Om een kaarsje aan te steken. Voor mensen die dat nodig hebben. Voor iedereen en ook een beetje voor ons zelf. Ja, het is zwaar. Maar het is niet alleen zwaar voor ons. Het is ook zwaar voor al die andere pelgrims. We zijn met zo'n 300 pelgrims vertrokken volgens mij. In Saint-Jean-Pier-de-Port, negen dagen geleden. Die lopen allemaal hetzelfde stuk. Zoals die Italiaanse pelgrim die met zijn kunstbeen loopt. Of die Franse pelgrim die geen loopt, maar krukken loopt. Of dat de Brabantse moeke van 77 jaar, die ook gewoon hier omheen loopt. En dan dat gezin in Frankrijk. Vier kinderen tussen 7 en 13 jaar ongeveer. Ja, het is hartstikke leuk. De ontmoetingen vooral die je dan tegenkomt. Mensen die je verhalen vertellen. Bijvoorbeeld die Amerikaanse Marine. Die keihard is, vertelde hoe makkelijk het allemaal loopt. Maar stel het je dan toch iedere dag de roze grans bent. Of een zieke buurtje, die heb je ook niet genoeg. Hola, senor. Ja, meneer wens mij even goeiedag. Goed zo. Ja, en het verhaal van de Zuid-Afrikaanse meisje. Dat had eigenlijk met haar moeder, met haar vader willen doen. Maar die overleef vorig jaar, dus die doet het helemaal alleen. Die Canadese pelgrim, die haar bucketlist afslijpt door in Pamplona even naar een sterrenrestaurant te gaan eten. Ja, het kan allemaal hier op de Camino. Het is allemaal lekker primitief. Het is allemaal doorjakkeren, want het is pijn af en toe. Het is denken van, goh, waar ben ik aan begonnen? Maar het is echt allemaal waar. Vooral die ontmoetingen, die gesprekken onderweg. En er zijn heel veel mensen onderweg. Daarom is het af en toe moeilijk om een snaarplaats te krijgen. Maar oké, we proberen het en soms lukt het. En soms lukt het wat minder, moeten we wat verder lopen. En dan vinden we toch wel weer een plek. De Camino provides, zei een Engelse pelgrim gisteren nog. Goed, ja, ik ga jullie laten. We gaan zo meteen om acht uur in onze pelgrim lekker wat eten. Morgen staat er weer een nieuwe etappe op ons programma. Wil je ons volgen? Dan kan je natuurlijk ook op onze Facebookpagina. Camino, Erwin en Patricia. Hebben jullie vragen? Stel ze gerust. Misschien beantwoorden we ze in de volgende vlog of blog. Ik zou zeggen, het weer is goed, het weer is slecht. Verblieven aan de gang. Ik moet nu voor het, bisweersgelees. De groeten aan de scheng. Goed Camino. Goed Camino. Goed Camino. Goed Camino. Goed Camino. Goed Camino. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ